Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Межляк Павловский и Кир, под номером 1051, и решим систему уравнений. Итак, под номером 1. Рассмотрим систему. Первое уравнение. 2 умножить на 4х минус 5 минус 3 умножить на 3 плюс 4у равно 5. Второе уравнение системы. 7 умножить на 6у минус 1 минус сумма 4 и 3х равно 21у минус 86. Для начала упростим каждое из уравнений, раскроем скобки и приведем подобные слагаемые. 2 умножаем на 4х минус 5. Применяем распределительное свойство умножения. 2 умножаем на 4х 8х, 2 умножаем на минус 5 минус 10, произведение двух чисел с разными знаками, результат отрицательный. Минус 3 умножаем на 4у минус 12у и равно 5. Второе уравнение. Раскрываем скобки. 7 умножаем на 6у, 42у. 7 умножаем на минус 1, минус 7. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Мы этот минус не пишем, скобки не пишем, а знаки в скобках меняем на противоположные. Минус 4, минус 3х. Перенесем из правой части 21у, меняем знак на противоположный. Минус 86 остается в правой части. Приводим подобные слагаемые. 8х переписываем, минус 12у переписываем, минус 10 и минус 9, минус 19. Мы складываем два отрицательных числа, результат отрицательный, а модули складываем. Равно 5. Во втором уравнении переписываем, минус 3х. От 42у вычитаем 21у, получаем 21у. Минус 7 и минус 4, это минус 11. Это сумма 2х отрицательных чисел, результат отрицательный, а модуль это сумма модулей. Равно минус 86. Прибавим к обеим частям первого уравнения 19, а к обеим частям второго уравнения 11. Запишем левую часть первого уравнения. 8х минус 12, минус 19 плюс 19, это 0. К 5 прибавляем 19, это 24. Второе уравнение, минус 3х. Плюс 21у. Переписываем. К минус 86 прибавляем 11, результат будет отрицательный, ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньше. От 86 вычитаем 11, получаем 75. Обратим внимание, что первое уравнение. Мы можем обе части разделить на 4. А во втором уравнении обе части можем разделить на 3. 8х делим на 4, 2х. Минус 12у делим на 4, минус 3у. Правую часть 24 делим на 4, это 6. Обе части второго уравнения делим на 3. Минус 3х делим на 3, минус х. Или минус 1х. 21у делим на 3, получаем плюс 7у. И делим правую часть на 3. Минус 75 делим на 3, результат будет отрицательный. Ставим знак минус, а теперь 75 делим на 3. Можно 75 представить как 60 плюс 15. 60 делим на 3, 20. 15 делим на 3, 5. Получили минус 25. Умножим второе уравнение обе его части на 2. И тогда перед переменной х у нас будут коэффициенты, противоположные числа 2 и минус 2. И мы можем применить метод сложения. Переписываем первое уравнение. 2х минус 3у равно 6. Второе уравнение у нас будет. Минус х умножаем на 2, минус 2х. 7у умножаем на 2, плюс 14у. И равно минус 25 умножаем на 2, минус 50. Складываем по члену оба уравнения. 2х складываем с минус 2х, это 0. Минус 3у складываем с 14у, это 11у. 6 складываем с минус 50, это минус 44. Разделим обе части уравнения на 11. И тогда у у нас равен минус 4. Минус 44 разделить на 11, это минус 4. Итак, мы нашли значение переменной у. у равно минус 4. А теперь мы подставим его значение в то уравнение, которое мы упростили. 2х минус 3у равно 6, потому что оно проще. Записываем 2х. Минус 3 умножаем на минус 4 и равно 6. 2х переписываем. Минус 3 умножить на минус 4 плюс 12 равно 6. Вычтем из обеих частей уравнения 12. В левой части останется 2х, потому что 12 минус 12 это 0. В правой части от 16 вычитаем 12, это минус 6. Разделим обе части уравнения на 2 и узнаем, что х равен минус 3. Итак, мы узнали с вами, что у равен минус 4, а х равен минус 3. Таким образом, решением системы будет пара чисел минус 3, минус 4. На первом месте мы пишем значение переменной х, на втором месте значение переменной у. Ответ. Пара чисел минус 3, минус 4. Третья система. Решим сначала две системы с нечетными номерами, а затем с счетными. Итак, опять же, будем упрощать эти уравнения. Умножим первое уравнение обе его части на наименьшее общее кратное знаменателе. 2 и 3 взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное, это их произведение, 2х3 равно 6. Обе части второго уравнения умножим тоже на наименьшее общее кратное чисел 4 и 6. Это число 12. И что у нас получится? Итак, х, деленное на 2, умножаем на 6. Для этого 6 делим на 2, это 3. 3 умножаем на х, 3х. Минус. 6 умножаем на дробь у, деленное на 3. 6 делим на 3, это 2. И умножаем числитель в дроби на 2, будет 2у. И теперь правую часть умножаем на 6. 6 у 3, 18. Второе уравнение. Умножаем первую дробь 3х, деленное на 4, на 12. 12 делим на 4, это 3. 3 умножаем на 3х, получаем 9х. 12 умножаем на дробь 5х, деленное на 6. 12 делим на 6, это 2. И 2 умножаем на 5х, получаем 10х. И не забываем правую часть тоже умножить на 12. 4 умножаем на 12, это 48. Итак, в первом уравнении у нас с вами коэффициент перед х, 3, во втором 9. Перед переменной у в первом уравнении коэффициент минус 2, во втором 10. Поскольку перед у коэффициент с противоположными знаками, то домножим первое уравнение на 5. Тогда перед у коэффициент будет минус 10 в первом уравнении. А это число противоположное 10 коэффициенту во втором уравнении. 3х умножаем на 5, 15х. Минус 2у умножаем на 5, минус 10у. Правую часть, 18 умножаем на 5, 10 умножаем на 5, 50. 8 умножаем на 5, 40. 50 плюс 40, 90. Второе уравнение переписываем. 9х плюс 10у равно 48. Складываем уравнение. К 15х прибавляем 9х, получаем 24х. К минус 10у прибавляем 10у, это 0. Складываем правые части. К 90 прибавляем 48, получаем 138. Разделим обе части уравнения на 24. x будет равен 138 делим на 24. Поскольку мы можем взять, разделим столбик. 138 делим на 24. 3 умножаем на 5, 3 четвертых. Минус 2у и равно это 18. Представим 5, 3 четвертых в виде неправильной дроби. 5 и 4, 20. 20 плюс 3, 23. И тогда 23 четвертых умножаем на 3. Целую часть, целое число мы умножаем на числитель дроби. Получаем 69 четвертых. Выделяем целую часть. Это будет разделить столбик 69 на 4. Возьмем по 1, 6 и 4. 1 с 4, это 4. От 6 вычитаем 4, 2. Сносим 9. 29 делим на 4. Возьмем по 7. 7 из 4, 28. И остаток 1. Итак, это 17 целых и 1 четвертая. И тогда у нас получается с вами 17 целых 1 четвертая минус 2у равно 18. Я делила место. Итак, 3 умножить на 5 целых 3 четвертых. Мы получили, что это 17 целых 1 четвертая. Минус 2у равно 18. Вычтем из обеих частей уравнение 17 целых 1 четвертую. Минус 2у равно 18 вычитаем 17 целых 1 четвертую. 18 можно представить как 17 целых и 4 четвертых. Получаем в результате 3 четвертых. Умножим обе части уравнение на число обратное коэффициенту перед у на минус 1 вторую. И тогда у у нас будет равен минус 3 восьмые. Итак, х равен 5 целых 3 четвертых. Мы нашли с вами пару чисел, которые являются решением данной системы. 5 целых 3 четвертых и минус 3 восьмые. Можем записать ответ. 5 целых 3 четвертых в круглых скобках минус 3 восьмых. Перепишем условие под номером 2. 6 целых 4 четвертых. Субтитры добавляю. 4 твердых.